Hi. Hi. Прилизыш. Hi. So. На заднем экране, вы можете заметить, там очень потрясающее видео. Стоим, девица. Которое сегодня поможет мне. Я не знаю, сделать ошибку или нет, но я пришла к этому. Вернее, не я пришла к этому, а весна, скорее всего, пришла к этому. Я никогда не жаловалась на свои волосы, они у меня были всегда средней густоты, хотя мне всегда все говорили, что они были густые, но относительно, опять же, относительно чего густые волосы. Я никогда не понимала вот это относительно, густые, средние и так далее. Очень люблю вообще длинные волосы. И челка у меня была только в четвертом классе. Последний раз. Челка. Я не знаю, почему я сейчас захотела челку, но, опять же, мы видим все эти Pinter's Girls со своей шторкой. Я постоянно вижу, как girls это идет. Я такая, why not? У меня реально последний раз челка была в четвертом классе. Мне кажется, мне пойдет. Но мне только кажется. Вообще, мне всегда очень много кажется, но по итогу так не является. Окей. В общем, к чему я все веду, вот эти вот истории о моих волосах. Мне всегда нравились мои волосы. Но потом случилось заболевание ковидом. Thank you. Чуть больше года назад я заболела первый раз ковидом. Очень часто слышала о том, что после ковида вылезают волосы. Но я такая, sorry, но не у меня. Я такая, слава Джисусу, со мной это не произойдет. Знала бы только, как она ошибалась. Я не сильно болела. Можно сказать, достаточно легко. Относительно чего, опять же? Что за слово относительно? Я ненавижу слово относительно. Относительно чего? Относительно смерти я переболела ковидом достаточно легко. Окей. Потом я начала замечать, наверное, после полугода, что у меня начался волосопад. Он начался такой большой. Я поняла сразу, что что-то не так, потому что, когда я расчесываюсь, у меня выпадает просто клочья. И когда я моюсь, у меня выпадает, наверное... Я не знаю, если я найду фотографии, я вам обязательно прикреплю, что с меня сыпалось и сколько с меня сыпалось. Но это было, правда, страшно. И потом я заболеваю ковидом еще раз в январе этого года. И все. Bye. Я заболела так сильно, что потом еще после того, как я пролежала полторы недели с температурой 38,9, у меня еще потом две недели был кашель, сопли и вот это вот все. Потом я понимаю, что у меня опять начинают лезть волосы. И тут мне уже становится страшно. Я... Ладно, давайте честно. После первого ковида я ничего не стала делать с волосами, потому что я подумала, ну, come on. Они просто восстановятся и все будет окей. Типа, ну, ничего не случится страшного, какая разница. Всегда выпадали волосы. Но здесь просто выпали чуть больше после ковида. Восстановятся. Но они не восстановились. И тут мне стало страшно, потому что когда я заболела второй раз и переболела очень сильно, я поняла, что... Возможно, я стану слыстой. Я... I don't know. Волосы стали лезть еще сильнее. Я поняла, что густота ушла. Волосы прям стали, ну, не такие живые, не блестящие. И я начала как раз-таки думать, что же делать. Что, собственно говоря, делать и как их мы будем восстанавливать. Я обратилась к знакомым парикмахерам, чтобы они мне сказали вообще, что я могу сделать. Понятное дело, что, возможно, нужно идти к трихологу. Невозможно, а нужно идти к трихологу, если у вас действительно проблемы с волосами. Но я решила сначала обратиться к парикмахерам. И они мне сказали, в принципе, все то, что я сама вычитала и поняла, что мне нужно делать. Конечно же, принимать витамины. Массаж головы. Всем известная маска в ее 100%. Знаете, я ее тоже прикреплю сюда. Правда, очень рабочая маска. Я ей пользуюсь, наверное, лет с 15. И она мне всегда помогала, выручала. И я периодически курсы делала. Она рабочая. Так вот, я вообще не знаю, зачем я вам это все рассказываю. Потому что это должно быть в другом видео. Мы, вообще-то, здесь стрижемся по тиктоку. Поэтому, что было дальше и будет дальше с моими волосами, будет отдельное видео. Я вам покажу свои волосы до, после, today и right now. Мы будем стричься. Я решила состричь длину. Я очень давно не стригла, серьезно. У меня нет такого, что, если вы подстрижаете кончики, то волосы, в принципе, станут расти быстрее. How? Если волосы растут вот отсюда, как они начинают расти быстрее? Я не понимаю вообще. Я вот это с детства. Говорят, подстриги кончики, волосы будут быстрее расти. Но how? Объясните кто-нибудь в комментариях, please, если понимает. Как вообще влияет стрижка кончиков на быстроту, рост волос? Окей. Тиктоков я насмотрелась. Как стригут всякие вулфкаты, как стригут малеты. Так вот, сегодня мы будем стричься по видео из тиктоку. Еще я нашла и пересмотрела миллион видео на YouTube. Именно корейских почему-то видео, потому что они супер доступно объясняют. Поэтому мы будем смотреть видео и стричь тёлку. Надеюсь, что мне пойдет тёлка. А вдруг я завтра сдохну? Правильно, как говорится? Поэтому, let's go. Ну что, для начала, конечно же, нужно подстричь кончики. Для этого мне поможет мой бойфренд, потому что сама я этого не сделаю. А он это делает уже не первый раз. И получается все успешно. Of course, для этого нам понадобится one boyfriend. Или можете попросить маму, или ваша bestie. Я обычно прошу фотографировать свои волосы. И ставлю черточку, где нужно обрезать. Длину я не трогала, I don't know, но очень долго. Поэтому там остались только секущиеся ужасные кончики, которые давно надо было состричь. Чем мы и занимаемся. Я, на самом деле, не знаю, что вам еще рассказать. Поэтому, вот смотрите. Вот так вот мы обрезаем ножничками. И подравниваем. Все очень аккуратно. Thank you very much. Ладно, давайте еще... О, вот, например, мой котик. Давайте еще раз поговорим. О, это я уже смотрю. Результат! Мне, конечно же, очень не нравится. Но по лицу я бы так не сказала. Еще раз, мой котик. Выглядит это определенно лучше. Кажется, вот на самом-то деле, что не так много. Какие они теперь, знаете, fresh. Но это еще, конечно же, не все. Я включаю видео на компьютере. Ножницы у меня артные для ткани. Но я думаю, это лучше, чем тупые ножницы. Они у меня супер острые. Включаем видео и смотрим, что она же тут делает. Она показывает вот так. Я уже ничего не понимаю. Окей. Я хочу показать вам, как я обрезала волосы. Она показывает треугольник. То есть у нее вот здесь вот. Она показывает вот здесь точечку макушки. Ну, длина вашей челки, которую вы хотите. И показывает, что у нее треугольник. Окей. Это мне понятно. У меня тут зеркало. Я надеюсь, что вам видно там. Я очень нервничаю. Я начинаю жрать ногти. Я начинаю жрать все. Сделаем ровный пробор. Ее ровный пробор чисто. А не менее, мне так кажется, что он ровный. Вот кусочек. Прятки. Да, я все-таки решила стричься по видео из YouTube. Кстати, я вот сейчас, спустя время, насколько я пью витамины, делаю все вот эти процедуры с волосами, я вижу, сколько маленьких волос. Эти пушки у меня выросло. Я сделала треугольник. Видно, что вот. Окей. Треугольник у нас готов. Что дальше? Ничего я не понимаю. Короче, она говорит, что волосы нельзя тянуть. Она отрезает совсем по чуть-чуть. Насколько я понимаю, сразу много нельзя. Короче, она отрезает столько, сколько считает нужным. Окей, thank you. Как резать-то? Просто резать. Я чем-то не понимаю. Короче, она взяла самую серединку. Типа, грубо говоря, делим на три части. И вот это мы типа режем. Не знаю, я боюсь. Давайте сначала не сильно. Так. Окей. Она режет ее, короче, по нос. What the fuck? Это ужасно. Это просто ужасно. Я не знаю, что я делаю. Давайте еще чуть-чуть покороче. Окей, оставим пока так. Ладно, мне очень страшно. Она показывает, что вот эти волосы должны быть как бы лесенкой. Что я сделала аккуратненько это все вот подрезать, чтобы типа не было переходов. Есть один вопрос, почему у меня вот эта вот сосулька, вот она вот разъединяется на две сразу по пробору. У нее вот такая вот хорошая челочка. У меня что? Давайте я закончу вот эту сторону. Я уже поняла, что по-моему, не так, как нужно. Я уже поняла, что как бы дороги пути назад нет. Слушайте. Окей. Пиздец. Ладно. Давайте я просто соберусь и мы продолжим. Окей? Дальше. И все-таки возьму нормальный треугольник. То есть там я брала треугольник не до конца. Я не знаю, как сказать. Но в общем нужно вот как у меня тут треугольник идет, мы все это достаем сюда. Понимаете? Здесь точно так же. Треугольник. Все назад. А то, что по пробору я выпускаю вот сюда и вперед. И вот это вот у нас остается. Это нужно до подстричь. И это я как бы делаю лесенкой. Теперь я хочу это расчесать. У меня стресс и паника. Я вообще не понимаю, что происходит. Я даже выключила камеру, потому что помогите. Я не понимаю. Я не понимаю. Я вся в волосах. Окей. Когда я собираю волосы... Да сори. Это же надо, наверное, еще укладывать. О май гард. Я просто пришла к выводу, что это нужно укладывать. Потому что... Когда собираешь волосы, окей. Но когда не собираешь... Но если ее уложить, как бы вот так вот. Что я могу сказать? Идите в парикмахерскую, короче. Вы, кстати, заметили, что я сегодня футболочке дам? В метеночках. Все это вы можете посмотреть в моих прошлых роликах. Поэтому, конечно же, переходите и смотрите, для кого я снимаю, в общем-то. Я попробовала довести сама до ума. И, в принципе, окей. Такая, знаете... Эммочка. Прилизыш. С вами новости. Неадекватная герл в 4 часа утра решила отрезать себе челку. Ладно. И ничего за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Я до сих пор еще не решила, понравилось ли мне. До встречи. Bye. Bye. Субтитры сделал DimaTorzok